Ух ты! Какая красота! Доброе утро, девочки! Я смотрю, там красиво как. Вот это ночью намело. А градусов-то ноль всего. Ёлки-палки, жалко, если будет всё это таять. Ой, какие деревья красивые стоят. Ой, люблю, когда они такие беленькие-беленькие. Ой, что у нас там? Голуби сидят на проводах. Ой, красота! Какая красота! Это вот безветвенная погода. Снежок так наложили на деревья. Классно! Не могу налюбоваться красотой. Зима-то уже подходит к концу почти. Ну, ещё месяц. Красивая погодка, да, девочки мои? Вообще, вот не часто, редко бывает, когда вот такой красивый пейзажик, беленькие деревья, беленькие лесные, веточки, всё. И мне нравится на это дело посмотреть, потому что это бывает щитадыни. Так как у нас ветра в Ростове, я чищу картошку, я собираюсь оливьешку сделать и с собой взять. И так как у нас ветра в Ростове, из-за этого у нас долго это дело не держится, при том, что у нас сейчас осадки написаны, там будут дожди со снегом, ну и ветер, соответственно, куда от него деться. И, в общем-то, всё это долго не продержится. Хотя ближайшие 10 дней, я посмотрела, у нас там, ну, самый больший мороз, это минус 7, а так вот минус 3, 4, 0, плюс 1 температура. Вот так что это всё, красота долго не продержится. Может, сегодня уже всё и нарушится это дело. А я вчера решила сделать перерывчик небольшой. Я что-то вчера, вчера проснулась в 3 часа ночи, потом, пока заказ Василёк сделала, пока видео там длинное получилось, смонтировала. В общем, короче говоря, легла потом приснуть, проснулась, в общем, чувствую усталость такая, нету сил снимать. Думаю, ладно, отдохну один день от съёмок. Вот, а сегодня с утра уже, в общем-то, я готовлюсь ехать к Дэнни. Выходные, сегодня, завтра выходные. Вот, и там сейчас Надежда Ивановна с ним. Сегодня я с Дэнни буду. Вот, ну, я же думаю, что мне есть с собой взять или готовить, не знаю. В общем, что-то я решила сделать оливье, такое универсальное блюдо, там, всё-таки и колбаска, там, и яйца, и картошка, огурчики солёненькие с горошком. В общем, короче говоря, решила сделать. Ну, я уже думаю, так, лучше сделаю я здесь, чтобы там уже не очень сильно на это дело отвлекаться. Потому что там то кошки пристают, а кот пристает, мелко не пристает. Вот, то Дэнни там что-то нужно, в общем, лучше я сейчас тут приготовлю и всё. Ну, и заодно соскучилась поболтать с вами, охота мне. Что-то я последнее время, сегодня тоже, среди ночи проснулась, в 3 часа. И в 3 часа проснулась, думаю, ну, что вот это, куда годится, надо спать, надо выспаться. Лежала, лежала, не могу уснуть. В общем, такие у меня привычки, видите. Пока проснулась, там ходила, бродила, кофе попила, телек посмотрела. В общем, по телек туда-сюда потихоньку ещё уснула. Вот я когда второй раз уже просыпаюсь, и просыпаюсь я уже какая-то не такая, уже не такая бодрая, что-то не то. Ну, ладно, в общем-то, сейчас потихоньку туда-сюда, и я раскачаюсь. Так, что-то мне там пишут, кто-то мне что-то пишет в телефоне. Вот, кофе уже соседкой попили. Сейчас вот чищу картошечку, думаю, что чистить молча, надо поболтать с вами о чём-нибудь. Вот так вот, видите, уже январь подходит к концу. Казалось бы, зима-зима. Не знаю, у кого, конечно, такая зима суровая, там кажется, что она бесконечная. У кого-то, может быть, и весна поздно наступает. Ну, у нас обычно суровые морозы такие могут продлиться недолго, но обычно, я заметила, это бывает в феврале, это бывает на крещенские морозы. Ну, вот крещенские морозы вроде бы прошли, вроде бы как сейчас крещенские морозы, по идее, должны быть, но их нет. Но в новостях я смотрела, что вроде бы их и не будет. Вот, ну и тем не менее, по календарю январь уже близится к концу, и уже, глядишь, один месяц зимы остался, а там уже март. А в феврале что у нас? У нас там праздники, там сначала 14 февраля люди к праздникам готовятся, готовятся, потом 23 февраля тоже поздравления готовятся, потом будут готовиться уже к 8 марта, и вот так вот раз-раз и зима закончится, потом начнется весна, потепление, цветение, солнышко побольше будет. В общем, жду, жду я март. Я люблю март, у меня день рождения в марте. Вот так-то вот. Так, картошку почистила, самое противное, от руки в ней грязные, телефон включить, не выключить. Так, сейчас яйца еще почищу. Все, я яйца почистила, теперь сажусь сюда, к телевизору поближе, и буду это все потихонечку резать, и смотреть Кристинкин влог сегодня вышел. Я слежу за влогами девочек, как они там проводят время, что делают. Мне интересно, хорошие у них веселые влоги такие. Вот, ну и попозже к вам вернусь, пока буду вот это вот резать, оливьешечку. Девочки, я собралась и вышла. Оливьешку сделала, покушала с собой, сделала еще. Ой, на улице плюс 2 градуса, я смотрю, снежок потихонечку тает. Вот, ну, будет подмораживать, будет гололед, а без гололеда мы не можем. У нас вот так, да, у нас такая погода. Но от того, что все белым-бело, настроение все-таки хорошее. Хоть и нет солнышка, а зато беленький снег. А я люблю беленький снег. Классно так. Все, направляюсь я к Денечке, отпущу Надежду Ивановну, и буду уже остаток дня сегодняшний, и завтра целый день я буду с Денней. Вот, в понедельник мне нужно будет отвезти в садик, ну, а там дальше будет видно. Фух, классно. Взяла угощение. В предыдущем видео, да, по-моему, я снимала покупочки. Вот, набрала там Денечки, вкусняшек. Что-то дома оставила для Настюхи. Вот, взяла себе оливьешку там. Еще капусту взяла. Хочу приготовить, может быть, завтра посмотрим. Завтра, наверное, приготовлю капусту тушеную. Вот, ну, в общем, иду потихонечку. Вот, видите, местами лужи, а местами снег. Так, горит зеленый. Топать надо скорее. Скорей, скорее. Сегодня суббота. Машин мало. Так. Ох, как красиво. Елочки. У нас тут елочек добавили еще. Насажали на олейке. Много теперь елочек. Красивые такие, белые. Ой, смотрите, какая красота. Ой, какая лепота. Да, не могу полюбоваться-то. Недолго любоваться нам вот этим придется. Иду на остановку. Все, я уже приехала к дочке. Надежда Ивановна пошла с Денечкой погулять. Я принесла перчатки. Деня потерял свои перчаточки. Там один перчаток потерял. Одну перчатку в садике. Я говорю, там плюс два. Ветра нет. Классная погодка такая. Я говорю, пока вы прогуляетесь, я проветрую. Тут везде пооткрываю форточки, чтобы свежий воздух был проветрить. И котики тут, они так любят, когда я форточки открываю. Прям бегут быстренько к окошку. Ну, а я сейчас быстренько смотрю, где прошуршаться по-быстренькому. Я в кофте, чтобы не замерзнуть. Балкон открыла, все окна открыла. И поменяла кошачий туалет. Сейчас полностью все высыпала. Лоточек помыла и засыпала новый. Готовлюсь уже к маминому приезду, к дочкиному приезду. Но так-то все хорошо, порядочек, покушать, есть чего. Денечку по обедам накормила Надежда Ивановна. Пошла выгулять его. Я пока сейчас по дому буду их встречать. Потом они придут, и Надежду Ивановну я отпущу. Уже до понедельника. И мы с Деней останемся. Что будем делать, не знаю. Принесла я тут книжки, сказки разные. Вот эту я в фикс-прайсе купила. А вот эти две книжечки, они были дома. Это вот Настины книжки. Но здесь много картинок цветных. И, в общем, мало написано. Но тоже разные сказочки тут есть. И это тоже скоро сказка сказывается. Тоже вот наши старые. Ну, в общем, пока Деня пусть почитает. Настя это уже выросла с этих книжек, сказок. Она уже повзрослее, уже это неинтересно. Пока Деня пускай читает. Всё. Я всё поделала. Что нужно было мне поделать. Собственно, делать особо нечего. Вот так. Всё нормально, всё в порядке. Я везде позаглядывала, где чего. Мои ещё гуляют. Мои, это значит Деня с бабушкой Надей. Гуляют пока что ещё. Но улица, правда, очень тепло, хорошо. Я ещё обратила внимание, что многие люди прям шапки поснимали, без шапок ходят. Ну, а я, те, кто пожилые люди, дети, старики дети, говорится, это такие, знаете, осторожничают в шапочках. Я тоже в шапочке. По молодости тоже, ну, по крайней мере, ноль, там минус два-три градуса я без шапки ходила. Ну, у меня капюшон был, как такой запасной вариант. А сейчас нет, я как бы одеваюсь нормально. Вот, в общем, всё порядочек везде, всё нормальненько. Я там сейчас приготовила Дене вещи. Придёт, я его искупаю, потом накормлю чем-нибудь. Ну, бабушка его уже накормила, он пообедал сегодня. Вот, я у неё спрошу, что там, когда, во сколько, что он ел. Вот и всё. Вот у нас хорошо, когда две бабушки, всё-таки смена, так это уже полегче. Если бы я была одна, мне бы, конечно, было бы тяжело, было бы очень сильно тяжело. Потому что тяжело именно от того, что не у себя дома, и от того, что здесь вот ребёнок, там вот эти котики, там вот это всё. Вот, короче, всё, котики сыты, всё в порядке. Не знаю даже, чем заниматься. Я сегодня оливье приготовила, и, в общем-то, я сегодня готовить ничего не буду. Оливье поем сегодня ещё раз, и всё, там перекусы потом. А завтра уже проснусь, посмотрю по настроению. Завтра, наверное, я приготовлю капусточку тушёную. Дочка уже должна скоро приехать. Я ещё точно не знаю время, когда она приедет. Но она напишет, как билеты возьмёт, напишет мне, когда ждать. Вот. И вот мне бы хотелось к её приходу, чтобы ей осталось немножечко капусточки. Ну, в общем, чтобы было ей ещё вкусненькое дома покушать. Люблю встречать её с каком-нибудь вкусняшкой. А то она там питается, не поймёшь как, не поймёшь чем. Видите, мама должна заботиться о ребёнке. Вот. Ну и всё. Короче говоря, делать мне сейчас нечего. Придёт Дыня, и найдётся тогда, чем заниматься. Потому что дети, они, конечно, требуют к себе внимания. Вот. Ну, книжки принесла. Книжки почитаем. Я сейчас пока по телеку нашла сборник добрых сказок для детей. Не знаю, будет он смотреть или нет. В общем, короче говоря, пока искупаемся, пока покушаем, ещё что-то поиграем, чем-то позанимаемся. Туда-сюда глядишь и вечер. Вот. Как-нибудь вот так вот. Я не знаю, что я буду снимать. Снимать, по сути, так особо нечего. Но, ну, знаете, как бывает. Нечего-нечего. Потом раз. Наболтала я вам тогда ночью что-то. Вот в голову что-то какие-то мысли полезли. Я решила их озвучить. Вот. Ну, пока сейчас никаких мыслей нету, никаких дел нет. Я вот села и сижу, жду, когда они придут уже. Вот. Пока ничего не делаю. Простерну ещё детскую одежду сегодня. Ну, там немного. Там то, что вот он в садик где-то ходит. В основном всё уже чистое лежит. Всё в ящичках. Вот. Ну, и вот стирочку освежу. То, что там с садика принёс. То, что они сейчас вот придут ещё с улицы. И уже сниму всё. Всё. Всё постираю. Ребёнка скупаю. Чистое всё одену. Всё будет прекрасно. Всё будет шикарненько. Вот. Всё. Ладно. Не буду больше пока ничего говорить. Я сижу на диване. Пришла наша котичка. Милочка села рядышком. Ну, не подходит сегодня она чего-то. Ну, рядышком. Тут тоже Барбосик уже поел. У них тихий час. А мои ещё гуляют. Вон она. Как хорошо. Хорошо быть кошкой, да? Дыня яблочко кушает. Дыню искупала я. Мультики смотрит. Так. Бельё у меня тут стирается. Скоро достирается. Хорошо. А кошка, милочка, она тут лежит. Лежит маленькая деточка. Утянет. Утянет лапочка, мордашечка. А на улице уже солнышко заходит, уже садится. Вот где-то там. Почему-то всегда на горизонте чистое небо. Почему всегда на горизонте именно чистое небо? А у нас нет. Странно как-то это всё. Странно. Ну, тает уже, подтаивает тепло на улице. Ну, красиво. Это. Это Э. Это Э. Так. А тут что написано? Э. Буквы читай. Е. П. К. А. Репка. Да. Перелистывай страничку. Давай. Репку давай прочитаем. Перелистывай. Так. Жили-были. Давай, почитай, бабушка. Жили-были. Посадил дед репку. И говорит, расти-расти, репка сладка. Расти-расти, репка крепка. Выросла репка сладкая, крепкая. Большая-пребольшая. Пошёл дед репку рвать. Тянет-тянет. А вытянуть не может. Добрые ночи, девочки мои. Я проснулась. Ночь. Сейчас начало шестого, но я уже с трёх часов не сплю. И вот маюсь, не знаю, чем заняться. Решила выглянуть, посмотреть, что там на улице делается. На улице ещё пока машины даже не ездят почти, что мало очень машин. Ой, маюсь, маюсь. Мы проснулись. Ты не сел играть пока. Восемь часов шесть минут. Так, сейчас что-нибудь позавтракать, да и не соображу. А на улице снежок метёт, заметает. Пасмурно. Ну, так не сильно заметает, но заметает. А я так и не уснула. Лежала, смотрела телевизор. Тихонько-тихонько включила. Там какой-то фильм американский идёт. Мамушка, давай поиграем. Поиграем, давай. Ну, давай, поиграем. Ты кушать ещё не хочешь? Нет. Ну, сейчас поиграем тогда. Будем пока играть. А-а-а! Вот, мама! Я решила приготовить капусту сегодня с колбасой. Дочка уже в поезде. Вот к её приезду. Её любимая как раз-таки будет капусточка с колбасой. Побольше решила сделать. Чтобы она наелась, я наелась. В общем, вот так вот. Вот и воскресенье, девочки мои, подошло к концу. Я ж сегодня сняла, когда готовила капусту, да, и после этого, по-моему, ничего не снимала. Но вообще на самом деле снимать-то особо нечего было, потому что, ну, с Дэней время коротали. Там то поиграем, то телевизор посмотрим, то покушаем. В общем, ничего особенного. Ну, что я хочу сказать, я его сейчас спать уложила только, а сама уснуть не могу опять. Мало того, что я проснулась три часа, я ж больше не спала сегодня. Поэтому сегодня такая вяленькая была. Мне особо снимать-то ничего не хотелось. Не было так сил никаких. Дочка сегодня ночью приезжает. Она уже буквально через считанные часы, в третьем часу ночи, в общем, она уже приедет. Вот. Поэтому сегодня опять будет сон прерванный. И я перед, ну, как бы перед встречей тоже лежу уже, мысли всякие, думки, думаю, как там завтра, как там утро, Дэня, скорее всего, в садик, наверное, не пойдет. Но я думаю, что он и не захочет в садик пойти, потому что он проснется, а тут мама рядом лежит. Он соскучился, понятное дело. И я думаю, что в садик, наверное, он не пойдет. Ну, значит, с мамой будут дома. В общем, этот вопрос там уже решится потом. Я утром собираюсь домой. Вот. Ну, дочку встречу. Дочка уезжала, ключи оставила дома. Поэтому мне нужно будет встать, чтобы дверь открыть. Вот. Так что, в общем-то, я сейчас надеялась уснуть, поспать хотя бы несколько часиков. Но что-то крутилось, свертилось. И вот ожидание дочки, как там завтра будет день, что чего. В общем, как-то в голове вот такой вот какой-то переполок, какой-то бардак. Вообще сегодня и дынька какой-то возбужденный. Ну, тоже узнал, что мама приезжает сегодня. И, в общем, весь на радостях тут скакал. Вот. И я сейчас мысли мешают мне уснуть. А тут же я еще думаю за канал. Думаю, как так у меня получается этот месяц. Какое-то у меня отставание идет по видосам. Потому что начало месяца было вяленькое такое, после новогодней праздники. И я тогда говорила вам, что как-то особо, ну, вроде как и снимать нечего. Да, то есть все события такие вот. Новогодняя ночь, все прошла. И как бы события в первые дни, какое-то такое состояние непонятного. Вот. И пока вот раскачалось, а тут как раз дочка уехала. И, в общем, сейчас уже месяц подходит к концу. И у меня идет какое-то отставание по видосам. Я уже думаю... Ну, у меня какие-то есть мысли, задумки, что-то вам для вас снять. Но, с другой стороны, будут ли силы, вот вопрос еще. Тут осталась, в общем-то, неделька. Вот. Но я думаю, может быть, поготовим что-нибудь, поготовим. Есть у меня какие-то некоторые леда, которые хочу приготовить. Может быть, что-то поготовим. Может быть, что-нибудь другое сейчас пока загадывать не буду. В общем, пусть все идет, как идет, я так думаю. Потому что, когда начинаю загадывать, все потом наперекосяк. И то, что задумаю, оно не получается всегда. Почему-то как-то так. Поэтому сейчас ничего говорить не буду пока. Как получится, так получится. Ну, хотелось бы, конечно, немножечко подтянуть, немножечко какой-то пробел вот этот заполнить хотелось бы. Может быть, даже какие-то коротенькие видео, может быть, какую-то готовку отдельно так выпущу. Но, надеюсь, пробел как-нибудь, может быть, мне удастся заполнить. Так что будем надеяться на лучшее. Так, а сейчас вот я прям не знаю. Но я думаю, чуть-чуть хотя бы с вами поболтаю. А потом уже пойду, может быть, мне как-то с чувством исполненного долга легче будет уснуть. Кстати говоря, девочки, почитала комментарии. Не комментарии, а кто мне в личку пишет в директ. Спасибо, девочки, за поддержку. Мне очень приятно. Честно говоря, немного людей пишут в личку. Но мне приятно, что люди пишут и поддерживают меня. И просят продолжать снимать видео. Им очень нравятся мои видео. Они очень ждут их с нетерпением. Вот. Это девочки мои. Вот для моих девочек я и буду продолжать снимать. Мне хорошие. Так. Ну, а сейчас еще одна попытка пойти... На самом деле, рано, конечно. Сейчас только полдесятого. Поэтому я обычно... Ну, полдесятого это дома. Это если я, допустим, в восемь часов уже легла, я могу в полдесятом уже захотеть спать иногда так. Ну, это когда так. Жизнь идет своим чередом. И все по полочкам разложено, как я люблю. А когда вот такой переполох какой-то, да, при том, что я дочку думала, она приедет завтра вообще. А она как-то вот удалось ей раз-раз там с билетами, видимо, повезло. И по времени удалось ей вот приехать. Она этой ночью приедет. Ну, для меня это неожиданно как-то. Я уже думала, Даню в садик отведу в понедельник. И все, и я свободна. А потом уже мама приедет и заберет его с садика. А оно, получается, не так, как я думала. Ой, такая неотрашная. Но, в принципе, вот это освещение, оно как-то такое мягкое, нормальное. Ну, девочки, сонные глаза, потому что я укладывала до них спать. Я вылезла из спальни чуть-чуть с вами поболтать. Ладно, не буду сильно заболтывать. Я даже понятия не имею, какое у меня видео сейчас получается. Может быть, оно совсем короткое, может быть, длинное. Прошлое видео думала коротенькое. Там вообще на 51 почти 45 или сколько-то там длинное получилось. Но что делать? Обрезать? Нет, не хочу обрезать. Вот так, что, девочки, пошла я спать. Все, спокойной ночи. Завтра еще увидимся утречком. Или ночью. Не знаю, как получится. Доброе утро, девочки мои. А на улице за ночь замело. Дочка уже приехала, я встретила. И мы сразу, в общем-то, легли спать. Спать, опять, мы переговорили. Она легла к Денечке поспать, а я в другую комнату. Вот, сейчас пойду пытаться Деню в садик уговорить пойти. Я смотрю, снежок идет-идет. Ну, так вот, на мелоне большие сугробики. Все, пойду сейчас кофе хапану. Да ладно-ка там, мягкий курм. Мамин чемодан, мама спит. С Денечкой еще пока спят. Ну, что, девочки, вышли мы с Денечкой. Проснулся он, как положено. И идет в садик спокойно. Мама осталась дома. Мамочка сегодня забирать уже Денечку будет. А на улице намело сугробов. Елки-палки, идем месим. Идем месим сугробики. Да, Денечка? Да. Все, Деню отвела. Смотрите, у нас какие сугробы. Да, выше пояса намело. И окно намело. Вообще метет. Продолжает мести. Сколько еще наметет, неизвестно. О, машины как замело. Вон какая шапка на машинах. Очищать, не очищать, не перечищать. Все, девочки, я вернулась домой. Зашла в магазин. Прикупила всякой себе всячины. Сливочное масло, грудинка. Я, кстати, собираюсь готовить, но это уже будет в следующем видео. Поэтому на блюдо, на которое буду готовить, я взяла корочка и вот эту грудинку. Взяла мясо, говядина, свинина. Вот, зелень взяла, лимончик. Побаловаться себе взяла. Булочку, венскую. Вот эти вкусняшки мне нравятся. Это такой десертик. Персик и абрикос нравится. И нравится мне апельсин, маракуйя нравится. Еще какой-то было с маракуйей. Вот, ну, взяла сладюшек. Думала не брать, уже пора худеть. Ну, я устала и мне надо немножко побаловать себя. Вот, мне нравится вот это с ванильным таким кремом. Заварным. И тирамису кофейное. Соленые огурцы взяла мне для блюда. Надо сметанка. Горошек. И, наконец-то, мне попались мои. Вот, мой подсластитель. Он стоит 69 рублей. Но его долго не было что-то в магазине. Я взяла два штуки. Пусть будет запасной. Вот и все. Доброе утро, девочки мои. Я, по-моему, с вами сегодня и не поздоровалась. А может, поздоровалась. Я уже не помню. Голова вот такая. В общем, короче, дочка приехала. Дыню в садик отвела. В магазин зашла. Продукты купила. И приехала домой. И все. Я сегодня буду отдыхать. Ничего не буду делать. Ничего не буду снимать. Мне нужно прийти в себя. Мне нужно привести себя в порядок. Еще голову красить. Вообще сегодня не буду ничего делать. Завтра начну что-то делать. И начну уже завтра что-то снимать. А сегодня моя первая задача номер один. Это нужно отдохнуть. Привести свои мозги, свои в порядок. И все. Я думаю, мы еще с вами будем готовить. Еще много чего будем делать. Но, в общем, когда я уже отдохну сегодня. Так что у вас пока видео есть. Пока что смотреть. Есть чего. Это видео у меня вроде бы не слишком длинное. Пока не хочу длинным делать его. Вот. Хочу с вами уже попрощаться. В этом видео у меня комментарии будут уже открыты. Потому что я уже смогу их контролировать. Я уже буду дома. Поэтому. Прощаюсь с вами на этом. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Кому видео понравилось. Поддерживайте. У кого есть желание меня. Мне ваша поддержка очень нужна. Спасибо тем, кто писал в инстаграм. В директ мне личку. Вот. Ну и все на этом. Всем пока-пока. Целую всех. Субтитры создавал DimaTorzok